Ну а далее эфир продолжит международный форум Астана, который проходит в столице и моя коллега Вероника Боярова с интервью по теме ядерная безопасность. Вероника, тебе слово. Вероника Боярова 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 и также связать последствия для окружающей среды с изменением климата. И также все это связано с энергетической безопасностью и экономическим развитием. Каковы ваши впечатления о первом дне форума? Вчера вы участвовали в нескольких сессиях. Какие идеи вам показались наиболее значимыми? Позвольте мне в первую очередь сказать, что президент Токаев, расширив область данного форума, сделал правильно. И конференция должна отвечать потребностям сегодняшнего дня, потому что нельзя отделить экономику от безопасности, от изменения климата. Все эти вопросы взаимосвязаны, и их необходимо обсуждать вкупе. И страны должны через диалог, через дипломатию стремиться к решению этих проблем. Еще один месседж, который мне понравился, это то, что мягкой силы больше нет. И развивающиеся страны тоже хотят иметь место за столом, принимать активное участие в обсуждениях. И был вопрос полного реформирования Совета безопасности. И также мы слышали о том, что есть двойные стандарты, от которых необходимо отходить. Мы слышали от президента одной из балканских стран это вчера. И еще один месседж, который лично я транслировал сегодня на сессии. В одной из сессий участвовали лишь мужчины. Мне кажется, что это неправильно, и в любой сессии должны быть представлены женщины. И голос женщин в вопросах международной безопасности также важен. Мы должны предоставлять больше возможностей женщинам и молодым людям, потому что они как раз являются теми, кто будет вносить изменения в будущем в систему. Я полагаю, что вы говорите это все от сердца. Это действительно так. Какой бы совет вы дали молодым казахстанским женщинам с точки зрения выбора карьеры, касательно, может быть, области ядерной безопасности, новых технологий? Как я только отметил, молодые казахстанские женщины должны использовать все имеющиеся карьерные возможности, в том числе в области энергетики, и также участвовать в отраслях, связанных с безопасностью, с экономическим развитием, также в политической области. Потому что наука должна всегда быть подпоркой для любых политических решений. И я вижу, что Казахстан добился больших успехов в области образования. Молодые люди очень хорошо образованы. Многие лучшие университеты мира имеют свои филиалы в Казахстане. И у молодых людей есть возможности получать лучшее образование. Да, вы говорили о том, что страна значительно изменилась, и вы приезжали в Казахстан уже на протяжении последних 20 лет. Расскажите, в каких регионах Казахстана вы уже бывали, и, по вашему мнению, что изменилось более всего за этот период 20 лет? Инфраструктура. По моему мнению, это инфраструктура, образование и эволюция ментальности казахстанцев. Казахстанцы всегда были гостеприимным народом. И я считаю, что у вас есть важная роль в контексте трансформации на основе вашего опыта. Я думаю, этот опыт вы можете использовать для диверсификации и в Центральной Азии вы также играете очень важную роль, в том числе в сотрудничестве с африканскими странами, и особенно в сегодняшней геополитической ситуации, в ситуации войны. Да, действительно, роль Казахстана растет, особенно в последние годы. Возможно, это как раз благодаря нашему гостеприимству или нашему геополитическому расположению между Китаем, Россией и другими странами. Да, действительно, это так. Но еще есть и личность вашего президента, президента Тукаева, его опыт, он работал и управлял международными организациями, он был главой ООН в Женеве, он говорит на французском, английском, русском, казахском языках. И я думаю, что ему легче находить точки соприкосновения между разными странами, и находясь в такой ситуации, важно учитывать вопросы трансформации, не только это важно для страны в целом, но и лично для президента. Каково ваше видение двусторонних отношений между Казахстаном и странами Африки, где наибольший потенциал? Мне кажется, это сельское хозяйство. И, как я уже говорил, мы увидели, каким образом комбинация образования, развитие сельского хозяйства может принести плоды для страны. И вы используете свои собственные ресурсы, привлекаете лучшие технологические возможности, используете возможности ваших людских ресурсов для того, чтобы добиться необходимой вам трансформации. И, может быть, опыт Казахстана может стать моделью для некоторых стран Африки в этом отношении. И я бы сказал, что я являюсь примером того, каким может быть сотрудничество между Казахстаном и африканской страной. Как вы уже отметили сами, я на протяжении последних 20 лет постоянно посещаю Казахстан. Я вижу успехи Казахстана и понимаю, каким образом мы можем применить опыт Казахстана в странах Африки. Может быть, расскажете о каком-нибудь конкретном примере, который вы могли бы перенять в Буркино-Фасо. Во-первых, это культурное многообразие вашей страны, религиозное многообразие, толерантность. И у вас есть также саммит традиционных и религиозных лидеров. И этот опыт в Африке мы могли бы перенять для того, чтобы повысить толерантность, для того, чтобы построить мир и жить в гармонии. А что касается таких областей, как сельское хозяйство, вы отметили... Давайте вернемся к вопросу о регионах, которые вы посещали в Казахстане. Что, может быть, вас впечатлило, какие технологии, стартапы, которые вы могли бы перенять. Я был в Павлодаре, Курчатове, Семипалатинске, Боровом, Валматы. И я вижу, как сельское хозяйство сыграло важную роль в развитии Казахстана. Например, многие люди забывают, что после Украины Казахстан является второй страной, которые производят сельскохозяйственные культуры. И только сейчас, после начала войны в Украине, люди начали уделять внимание тому, какую роль играет Казахстан в сельскохозяйственном производстве, производстве удобрений. И мне хотелось бы внести свой вклад в то, чтобы опыт Казахстана мог перениматься африканскими странами. Если мы посмотрим, что делалось, например, в Канаде или в Европейском Союзе, всегда есть обмен студентами. И это позволяет странам лучше узнавать друг друга, жить в гармонии. Как вы считаете, какова роль Казахстана в обеспечении продовольственной безопасности в мире? Да, это как раз то, о чем я говорю. С точки зрения сельского хозяйства у Казахстана имеется ключевая роль в продовольственной безопасности, особенно для африканских стран, потому что у нас есть сложности. Некоторые президенты это отмечали, что не будучи никак вовлеченными в войну Украине, мы чувствуем на себе последствия этой войны. Поэтому мы могли бы развивать торговлю в области сельского хозяйства с Казахстаном, также и с учетом технологического развития Казахстана. И мы не можем игнорировать тот факт, что Казахстан пережил огромную инфраструктурную трансформацию. Например, возьмем пример Астаны. Астаны когда-то был небольшим городом, а посмотрите на город сейчас, и можно поздравить только с этим прогрессом. И именно этот пример показателен, я считаю, для многих стран Африки. Спасибо большое. У нас был диалог на площадке международного форума Астана с бывшим премьер-министром Буркина Фасо господином Ластиной Зербой. Спасибо.